Суомин Кувалити, Финляндия В России каждый день открывается по три храма, россияне интересуются, зачем они нужны. Мэри Тулбер Суомин Кувалити, Финляндия 16 июня 2019 года Церковь и власть стали в России неразделимыми понятиями. Церковный бунт в Екатеринбурге нарушил отношения этих институтов, и патриарх Керрилл ренулся укреплять положение церкви. В мае жители Екатеринбурга протестовали против строительства церкви на территории сквера. Тысячи горожан сутками выражали протест против появления новой церкви и, похоже, в конечном счете смогли одержать победу. Это не первый церковный бунт. Возведение новых церквей раньше вызывало в России сопротивление и недоверие. Строительство церквей нередко влечет за собой демонстрации. Неудивительно, ведь за последние 10 лет церкви строятся очень активно. Правда, непонятно, какое количество церквей строится на самом деле. Глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл сообщил, что в России каждый день открывается по три новых храма. Получается, за год появляется больше тысячи новых церквей. По словам Кирилла, за последние 10 лет в России появилось около 30 тысяч новых церквей. В среднем это означало бы три тысячи новых церквей в год, то есть в три раза больше, чем сказал патриарх. Пресс-служба Русской Православной Церкви вынуждена была поправить заявление патриарха. Официальный спикер Русской Православной Церкви Владимир Легойда сказал, что речь идет о 9,4 тысячи новых церквей, а не о 30 тысячах. Легойда сообщил, что в начале 2009 года в стране было около 30 тысяч церквей. К началу 2019 года их стало примерно 39 тысяч. В любом случае, получается, что за 10 лет число церквей в России выросло на треть. Патриарх Кирилл преувеличил скорость строительства новых церквей после майских протестов в Екатеринбурге. Напыщенные речи главы Русской Православной Церкви подходили для ситуации, в которой церковь была вынуждена бороться за свое влияние в Екатеринбурге. Когда в Екатеринбурге начались столкновения, президент Владимир Путин предложил провести опрос о строительстве церкви. Православная Церковь потерпела редкое для нее поражение. Три из четырех жителей Екатеринбурга проголосовали против строительства церкви. Патриарх Кирилл нередко произносит скандальные речи, содержание которых не всегда соответствует действительности. Его действия часто вызывают замешательства, как и заявления официального представителя МИД Марии Захаровой. Подобные люди умело поддерживают политику Кремля и являются превосходными союзниками российского руководства. Русская Православная Церковь в лице своих руководителей все чаще вмешивается в общественные вопросы, что, по мнению россиян, вообще не является ее делом. В ответ Кремль поддерживает Русскую Православную Церковь еще сильнее, чем раньше. В последние годы влияние церкви значительно возросло. Русская Православная Церковь получает значительную часть финансирования из государственного бюджета, на основании статей, связанных с социальными и культурными вопросами. Государство выделяет церкви средства, к примеру, для объектов, которые являются важными с точки зрения сохранения культурного наследия. По словам Патриарха Кирилла, церкви строят не потому, что у Православной Церкви слишком много денег. У церквей, появляющихся по инициативе Московского Патриархата, нередко бывают частные спонсоры. В России спонсоры не всегда участвуют в проектах добровольно. Может иметь место и давление со стороны церкви и государства. Спонсорами культурно значимых церковных объектов часто являются государственные предприятия. Это еще сильнее укрепляет отношения государства и церкви. На деле церковь и государство стали в России неразделимы. Если ты выступаешь против церкви, то выступаешь и против государства. И это несмотря на то, что официально государство и церковь – это разные силы. Патриарх Кирилл пользуется близкими отношениями с Кремлем в том числе и на личном уровне. Сообщается, что Кремль выделил больше 38 миллионов евро на ремонт роскошной усадьбы Патриарха Кирилла, которая находится к югу от Санкт-Петербурга. События Екатеринбурга навели россиян на мысли о том, зачем стране нужны тысячи новых церквей. В своих последних речах Патриарх Кирилл говорит о россиянах как об очень религиозных людях. На самом деле россияне минус такие же светские люди, как и европейцы. В церковных бунтах протест обычно направлен не на сами церкви, а на изменения окружающего пространства, связанное с их строительством. Церкви обычно строят в парках и среди деревьев, на участках, важных для досуга. Исследовательский центр ФОМ, финансируемый государством, сообщает, что примерно две трети россиян являются православными. Одна пятая россиян не считают себя верующими. В русской православной церкви считают, что 80% россиян являются православными христианами. Однако у церкви нет своих исследовательских центров для подтверждения этого заявления. Число настоящих верующих в России гораздо меньше, чем сообщает церковь. Многие россияне считают православную веру неотделимой частью своей культуры и национальности, даже если не являются верующими. В исследовании многие граждане России сообщают, что православие – наиболее близкая для них религия, и называют себя православными, даже если не исповедуют эту веру. Согласно исследованиям, в которых эта тема изучается более тщательно, среди граждан России числится менее 10% активных верующих, которые регулярно ходят в церковь и постятся. Нынешнего количества церквей уже достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности активно верующих россиян. Россияне вряд ли станут активно верить и окажутся под влиянием церкви только потому, что для них построят новые церкви. Пока в стране появляются новые церкви, многие старые храмы нуждаются в основательной реставрации. Русская православная церковь собирает деньги на ремонт церквей не только у частных спонсоров, но и у прихожан. Патриарх объясняет активное строительство храмов тем, что советский атеизм сдерживал развитие русской православной церкви. По его словам, россияне поняли умом и сердцем, что без Бога ничего не получится. По словам Патриарха, места, где можно ощутить близость к Богу, необходимы современному человеку для решения ежедневных проблем, а большое число церквей напрямую увеличивает счастье людей. Патриарх напоминает, что в Советском Союзе всеми силами пытались построить счастливую жизнь без Бога, но это не удалось. По его словам, россияне усвоили этот урок. Теперь они понимают, что без Бога счастливой жизни быть не может. По мнению Кирилла, западным странам тоже необходимо укрепить духовную сторону жизни своих граждан. В России принято представлять западные страны светскими развращенными в сравнении с Россией. Патриарх обратил внимание на необходимость защиты прав верующих еще до событий в Екатеринбурге. По мнению Кирилла, против строительства храмов выступают люди, которые с принципа хотят помешать развитию православных сообществ. Это небольшая, но активная группа, и она использует эффективные информационные каналы. Русская православная церковь в последние годы укрепила свой образ в том числе и в социальных сетях. Кирилл призывает мирян защищать право верующих на строительство храмов и развивать церковное сообщество. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.